Виталий, иди сюда! Так, Виталий, ну-ка тебе рука посильнее открывай. Да надо шкурку, ты думаешь, я так открою? Эта шкурка надо. Ну, найди что-нибудь. Сейчас попробуем. Найди. Без шкурки надо вряд ли. А, нет, открылась. Открылась? Ну и слава Богу. Открылась. Во! Сейчас мы по рюмочке выпьем. Но, правда, не будем. Все-таки мы на работе, и вы на работе только. Вы только никому это не показывайте. А то скажут, блин, ни хрена себе, блин, чем занимаются рабочие во время работы. С семнадцатого года все начинается вот здесь. Вот, все здесь начинается, понимаете? И все это на мусор. Блин, это ценная вещь, это же память наша. Ни детям не остается, никому не остается. Все, мусорник, давай в мусорник выбросим. Поэтому надо, чтоб оппозиция была. Оппозиция, она всегда недовольная. Нет. А ноги надо, чтоб она была. Конечно. А чтоб было стимул, как говорится, к совершенству у него. Самое главное, чтоб не дрались, не стреляли. Да, да, да. Водно прошли. И чтоб власть посмотрела. На этом, видела, чтоб в верхах. Видели? Ты смотри, какая могучая идет оппозиция. Да. Попробуй что-то не так сделай. Вот в чем дело. Потому что надо считаться с оппозицией тоже. Не надо, вот единая Россия. Я согласен, это много сделали. Спасибо им большое. Ну, не надо, надо считаться и вот. Ну, понятно, что там что-то. Это как два магнита, вот. В одно это самое плюс-плюс поставишь, и они отталкивают. А надо, чтоб они минус и плюс был, стягивались и дружили вместе. Вот тогда будет полный порядок. Ну, дружили, может быть, и не надо. К обороту надо, чтобы враждовали. Прислушивались, хотел сказать. Да, вот, 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 это да. Надо, это было. Не дружили, а прислушивались. Да, да, вот, наверное, вот это. Потому что, если они дружить будут, то то же самое будет, чего. Видали, извини, я просто ошибся. Я понял. Ну, конечно, для спорта много сделали. Это славится наш спорт. Путин, он сам лыжник, блин, горный. Молодец. Не, он не лыжник, он дзюдоист. Да ладно, и лыжник. Не, ну, лыжник это так, грубо говоря, между... Молодец. Путин, он молодец. А так-то фактически. Он молодец. Ну, я не знаю, не знаю. За единую Россию я проголосовал, это точно. Вот. А сейчас я не знаю, я еще не решил. Подумаю. Будем думать. Будем думать. Вот. Думать всегда надо. Да. Да. Думать всегда надо. До свидания. До свидания. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДdoPR ДимаTorzok 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 Дмитар Дима Торzok casually пониже пониже все ребят достаточно спасибо я встречаюсь большим количеством самых обычных людей они подходят и говорят будем голосовать за тебя что мы знаем что не будешь воровать а воровство чиновников надоел поэтому к власти должны как раз приходить уже богатые успешные они будут работать не на себя будут работать на страну наш народ расскажите мне кто голосует за путина сколько человек 1 2 3 за путина 4 5 6 вот скажите мне назовите мне основные причины основные кто пойдет голосовать вот почему вы пойдете голосовать за путин вроде фарши революции правильно вроде фарши вы нет оранжевой революции по-любому выиграет давайте по-любому кому выиграет скажите мне почему вы пойдете посадить за прохором богатый не будет воровать холостой как-то мужской голос да мне показалось вот скажите почему вас это не смущает то что мы живем в комбинационном обществе что у нас нет демократии что фактически де-факто у нас захват власти а вдруг не будет но вот я я лично участвую вот в протестных действиях которые происходили в последнее время я выступаю от имени националистов себя отношу к националистам потому что национализм это либо к своей нации вот все остальное это уже вот эти все технологические нагромождения обвинения поэтому единственная сила конечно который сегодня исторически имеет право там прийти к власти к россии от националистов и пункт феминистская группа пусси-райт и наши цели политические мы хотим чтобы путин нашел и чтобы наша страна двигалась в направлении развития генериалов мы хотим революции революция начинается отсюда и революция это несколько неподходящее слово все равно это скорее революция но то есть без кровопролития и так далее любовь и мир то есть прогресса и развитие не только нашей страны но и всего мира заключается в том что все будут друг друга любить все где хорошо как а вы на Славь! 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 Приходит какой-нибудь француз, говорит, что тут у вас происходит. Я говорю, скажите, у вас же выборы президентские во Франции. Говорит, да, у нас тоже выборы. Говорит, вы за кого будете голосовать? Ну, там за кого-нибудь будет голосовать, никто не называет Саркози. Я говорю, ага, вы не за Саркози, вы враг Франции. Они начинают пугаться, падают в обор, говорят, почему я враг Франции? Я говорю, потому, вы же не за Саркози, вы враг Франции. Они сразу быстро понимают, что тут у нас происходит. Да он будет нормально, немножко надо верить. Если даже он, конечно, надо верить. Понимаете, есть такая психология человека, я вам сейчас еще немножко увлекался психологией, вот эту сейчас скажу, какой бы негодяй не был, если когда ты видишь, народ тебя лелеет, уважает, любит, хочешь, не хочешь, ты уже меняешься. Вот заметьте, когда ребенок что-то не так делает, да, начинает ее там все время обсирать. Ты такой-сякой негодяй, а ничего страшного. Ты же нечаянно сделай, если он даже нарочно сделает, ты скажи, нечаянно сделай. Он знает, нарочно сделай или нечаянно. Понимаете меня, нет? Вы знаете, прежде всего потому, что мне вчера пришлось сделать очень сложный выбор. Выбор между митингом и мужем. Я выбрала митинг. Вчера у моего мужа было очередное судебное заседание в Пресенском суде, и я у него защитник. А, сейчас, сейчас, сейчас. Вас оттуда не выпущут. Для меня предателями являются. Немцов, Навальный, Чирикова. Нет, вот конкретные люди, например, я думаю, что их гораздо больше, Касьянов. Они являются предателями не своих друзей, не жены. Они являются предателями Родины. Аргумент. Аргумент, что эти люди являются прямой наемной агентурой противника, врага. Аргумент. Что значит аргумент? Я это вижу. Как надо подставлять аргументы? Я это вижу. Ну, извините меня. Что значит ее поймать? Нет, но есть люди, которые считают, что Власов не предатель. Что значит? Есть люди, которые считают, что Власов не предатель. Нет, это мне аргумент. И пишут об этом книге. Аргумент? Это серьезная вещь человека. Эти люди работают, люди работают, системно на врага, на его деньги. Доказательство. Какие доказательства? Это очевидная вещь. Что значит очевидная? А для меня очевиднее, кто ты предатель? Ты предатель моей Родины, твою мать. Да, 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 мы же пришли сюда. Почему ты считаешь возможным? Женя, Женя, мы пришли сюда не договориться. Мы с тобой никогда не договорились. Я хочу аргумент. Мы пришли определиться. Аргумента я хочу. Докажи мне, что через нормальный кассер аргумента, но есть аргументы должны быть. Прекрати нам здесь насаживать оранжевую чуму и коричневую угрозу. Прекратите это. Мы ничего не прекратим. Никакой оранжевый, никакой архоли. Представь орать. Мы договаривались, что орать мы не будем. Вы здесь угрожаете российского донора. Вы угрожаете стабильности. Ты угрожаешь себе. Понимаешь, существует человек, который угрожает себе. Открыто. Вот ваша агрессия, где говорят, Романова, вы сейчас тебя убьют. Мы не оппозиция. Мы не можем назвать сегодняшнее мероприятие акцией. Мы просто хотели прийти и помолиться за двух девушек, которых сейчас задержали и которых хотят судить на 7 лет. Мы считаем то, что можно по-разному относиться к их акции. Естественно, большинство ее осуждают. Лично я ее тоже осуждаю. Отсюда оппозиция. Я не оппозиция. Стопол. Спокойно. Иди сюда. Ты хочешь меня, я? Все, хорошо. Партия предателей Иуд. Партия предателей Иуд. 10 марта будет шоу предателей Иуд, сторонников кочунства, ходоков Макфолова. Что ты спиаришь? Они никто и звать их никак. И народу у них нет. Заходим, блядь, 2000 человек, выйдем, блядь, сбитые. Конечно, нету предателей Иуд, к счастью, мало. К счастью, предателей Иуд мало. А что же организация? Я православная общественность. Я защищаю храмы кочунства. А это вы, который включали, блядь, на меня давайте. Да, я готов, я не знаю, 5 человек любых, давайте. Я один против них выйду. Вот туда отойдем, разберемся. А вы думаете, это нормально? Подавайте, какие аргументы нужны? Ну, вот, товарищ полковник. Здесь свидетелей много. Вон, смотрите, при всех людей вызывают на драку, да? Правда, при всех. Никто его не трогает. Есть верующие люди, да? Под камерой это делают. Ну, заберите его, и что, составьте партнер. Вы не партнер. Вы не партнер. Вы не партнер. Прошите, ведешь бодро-то, а? Перед милицией что? Не надо меня поливать. Чего тебе не надо поливать? Пожалуйста, сошли. Сюда пою. Что ты мне мешаешь кока-колу открыть? Я тебе мешаю кока-колу открыть? Совсем охренел, что здесь ходишь? Видите себя, пошел. Вы что здесь вообще, что с ума сошли? Прилично, по-христиански все видишь. Ты только пилишься, ты подходишь к человеку и нападаешь на него. Я не нападаю ни на кого. Совсем с ума сошлишь. Я ни на кого не нападаю. Совсем с ума сошлишь. Милиция работает фактически на преступников. Палили, она видит и отходит в сторону, как будто не видит. Вы это видели? Не видел. А вы как православные врете еще? И врете. Это такой большой грех. Как можно греть? Вот так лгать откровенно. Вот здесь, перед собором. Перед главным собором страны, Третьего Рима. Вы сейчас лжете и говорите, что вы не видели, как ваш товарищ поливал кока-колы других людей. Объявляете других людей. Какой товарищ? Да вот слева стоит. Вот он, товарищ. Где? Ну, все, полилы нормально, чего? Что плохого? А кто называет? Позор. Мне стыдно, что вы тоже православные. Конечно. Уезжай из страны, если стыдно. Пойдемте на правое дело. Привет, город Трех Революции! Настало ли время четвертой? Да! Да или нет? Да! Да или нет? Да! Путин вор! Путин вор! Питер должен сказать, что Путин вор! Путин вор! В всей стране Путин! Путин вор! Путин вор! Путин вор! Ты же любишь историю, люди за это умирали, за преданность одному и боролись с другими, а ты считаешь, что да не, все это фигня, короче. Сегодня мы можем там хоть с Адольфом Гитлером сотрудничать, как бы там. Сотрудничать с кем угодно, еще раз говорю, можно, лишь бы только добиться какой-то определенной конкретной цели. Если потом по достижению этой цели мы разочаруемся в большем сотрудничестве, тогда нет. Ну и что? В смысле, что они значения? То есть ты говоришь, ладно, окей, мы сейчас боремся против Путина все вместе, потом мы как бы, говоря, какой-то условный Навальный становится президентом, и мы будем бороться с ним, уже с ним. Ну если понадобится бороться, то будем просто говорить. В смысле? То есть тебя устраивает, что значит, может быть, тебя устраивает его политика, его взгляды, его взгляды экономические, национальные вопросы, социальные? Национальный не устраивает, про социальную сказать ничего не могу, поскольку он молчит сам. Мне и национальный не устраивает, но он умерен в этом eightie Radar WhoNapTQ3. Нет, что не бывает такого, умеренный, не умеренный. Бывает. Не бывает. Не бывает. Не бывает. Ну как то… Ну вот так вот. Ну то есть вот как, кидать зигу вот так вот, что ли? Да вот так. Кричать зиге хвили где-то в комнате? Нет, ну вот так. Такого не бывает. Бывает. Мы кидали зигу вот так и русский, не tastes. Но этого как не совсем Это как мАЦ С, только на чёт-чуть. На пол, в шишечке, не полностью, а вот чуть-чуть. Понимаешь? Что нет? Есть плохое, есть хорошее, не бывает чуть-чуть хорошее или чуть-чуть плохое, есть только хорошее и плохое. Нет, не бывает, я так и считаю, ты не прав. Есть хорошее и плохое, есть политика. Политика относится к плохому. Я считаю, что объединяться хорошо всем, в тактическом плане. Политика – это плевок в карму, политика – это вообще… Из-за политики мы останемся в сансаре и никогда не нарушим виток перерождения. У нас приходят самые активные, приходят те, кто не боятся задержаний, кто уже были много раз задержаны, кто уже отсидел. У нас авангард общества. А там подтягивается, где-то там, на Болотной подтягивается вот этот обоз или ареергард. Не хочу никого обидеть, но эти люди расхоробрились через 12 лет. Мы первый раз вышли на демонстрацию против Путина 23 февраля 2000 года, 12 лет. И мы шли по курской с лозунгами «Долой самодержавие и престола наследия». Путин, мы тебя не звали, уходи. Путин, мы тебя не звали, уходи. Присылай две фотки, мы сразу опубликуем. Мы пришли останавливать дикатуру. Остановим дикатуру! Остановим дикатуру! Россия будет свободна! Вставай! Остановим диктатуру! Остановим диктатуру! Остановим диктатуру! Россия без Путина! Долой полицейское государство! Долой полицейское государство! Остановим диктатуру! Остановим диктатуру! Остановим диктатуру! Остановим диктатуру! За что вы его так бьете, а? Это что такое? Э! Что бьете, а? Транспорт задержать! Не задержай его! В 17-й пошел, пиздец. И он просто прибал. У нас сейчас очень важное мероприятие будет. Вручение герминных шарфов. 159-я! 163-я! 163-я! Один такой, один такой! Совершенно верно! Слезь-ка, иди сюда! Внеси мне, я в Пермь! Она летит сегодня в Пермь к мужу! Дайте еще один! Дай Бог здоровья вам, Ольга Евгеньевна! И что бы мы делали без вас? Матвей Крылов! Он же Дмитрий Путенихин! Он же Скиф! Он же Фиголец и муж! Он же... Дело мокрого прокурора! Он же... он же... он же... он же... Погоди, погоди, не дам пока! Подходит ко мне мой бывший студент. Мальчик красивый, интеллигентный, занимается искусством на канале Дождь. Говорит, скажите, пожалуйста, а как вот вам такая тема для программы «Тюремное искусство»? Я говорю, «Зашибись, какая земная программа!» А вот что они читают? Что они об этом думают? Я говорю, Редатик, а ты с кем из моих общался-то? У тебя откуда это в голове все? С Крыловым! С Крыловым он общался с Бутенихином, конечно! Тюремное искусство! И пусть они читают книги! Леш, ты меня убеждаешь, что Навальный плохой, я знаю. Нет, я просто пытаюсь понять, почему ты не голосовешь. Я говорю тебе, почему он опасен? Он очень опасен. Но в выборе между Путиным и Навальным я, безусловно, выберу Навального. Почему? Потому что у меня есть свои приоритеты в жизни, которые называются ЗЭХи. С Путиным я их не получу назад, с Навальным получу. А потом уеду. Это же нормально, когда ты говоришь, мой лидер Навальный, а вот мой лидер Немцов, а мой у себя Жигутков, а лично мой лидер Овал, ну я не знаю, ну как-то вот так, да? А мой лидер Людмила Зыкина, а мой лидер, ну как-то, как-то это же нормально. Почему он должен быть, блядь, всей нации лидер? Ну мы же разные. Ну почему кто не любит Путина, тот враг России? Россия за Путина! Россия за Путина! Россия за Путина! Россия за Путина! Путин вор! Россия за Путина! Только Путин, только победа! Только Путин, только победа! Только Путин, только победа! Ну что у вас есть другая точка зрения, это нормально, но вас никто не назвал, кто-то уничтожит. Но люди ваши, как вы говорите, мои, как я говорю, ваши, вы с такими ленточками. Они почему-то мне говорят, что я потушница, что я тупая. Объясните, пожалуйста, это вас как-то объединяет? Потому что ленточек зрения вашего возраста отлично одеты, много учебы, все прекрасно в жизни. Все хорошо у вас, с чем вы недовольны? Если вдруг случится так, что люди, граждане Российской Федерации выберут президента кого-то другого, я не знаю, каким образом сложится моя жизнь. Возможно, она сложится еще лучше, а возможно, хуже. А лучше враг хороший, сейчас моя жизнь плодится хорошо. И я не готова этим рисковать. Пойдем. Че, можем оторвать картошку? А, подождите, сейчас сделаем как надо. Сейчас. Давай, Роника, сойдись. Внимание, как будет. Внимание, как будет. Внимание, что ты. Внимание, что ты. Внимание, что ты. Борьба с картинками. Шарики оттягиваются. Видео, видео. Дальше. Отдайте шарики нам. Отдайте шарики нам, а. Чего вы шарики на дня, вы намаснули пойдем. Как себя ведется. Клоуза, клоуза. Так, вауэль «Марч». Отойдите, пожалуйста. Отдайте, это свои, свои, свои. Я из Эха Москвы. Отдайте, пожалуйста. Отдайте, пожалуйста. Брось! 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 Это провокатов! Брось! Молодец! Блин! Да что ж ты будешь делать? Ну откуда такая взялась, а? Во-во-во! А вы расскажите нас про себя немножко. Про себя расскажите! Я против дорогоденышей и целовек, которые разрушили великую страну и уничтожают саннацию. Теперь они, ребята, врут власти, эти сволочи, дерьмо-сволочи. Это невероятная девушка. Гори, горе ясно, чтобы не погасло! Гори, горе ясно, чтобы не погасло! Гори, горе ясно! Симфонически что это означает? Поджигай, поджигай, поджигай. Старого плохого злого. Давайте! Зима, уходи! Зима, уходи! Зима, уходи! Зима, уходи! Зима, уходи! Зима, уходи! Ура! Автобусы уезжают с нашими. Увозят людей наших. УВД, куда везут? Это пас. Ваши выборы это пас. Какое УВД? Куда их увозят? Кто знает? Спросите там кто-нибудь. Ваши выборы это пас. Какое УВД их везут? Давайте. Будем дискутировать здесь, не устраиваем митинги. Все вопросы к пресс-службе у нас. У нас есть пресс-служба, к ней с ней разговаривали. Я сейчас вам задам еще пару юридических вопросов. Вы представились, вы дали команду задержать вот эту девушку. Но все-таки вы же знаете, что вы ее задержали не по какой статье. То есть она не совершала ни одного противоправного действия. В суде встречаться, вы же только что сказали. Да, да, да. Все? Тогда какие еще вопросы есть? Ну, все-таки вы нарушили ведь не только... Вопросов нет, это в суде. Да, да, да. Это все в суде. Да, но вы просто скажите мне, как знакомому Александру Иссевичу. Суде. По какой статье вы меня задержали? Суде. Вы будете писать лично протокол? Да, все, я лично буду писать. Вы будете лично писать протокол? Да, лично я буду писать. Хорошо, где вы его будете писать? В отделе. В каком? Куда повезут. Куда вас лично повезут? Меня, да. Да. Нет, ну имеется в виду, вы в какой отдел поедете, чтобы писать протокол? Я же сказал, когда поеду, тогда я вам скажу. А сейчас вы не знаете? Сейчас еще не знаю. Хорошо, обратите внимание, надо, чтобы протокол подписал именно товарищ полковник. Опять забыл, как фамилия. Фамилия. Вика, как фамилия, напомни. Сейчас память у вас стала. Ладно, скажите, для приятных, еще раз, как ваша фамилия? Полковник Богданович. Вот, полковник Богданович. Вот, и уж, пожалуйста, сделайте доброе дело, чтобы протокол не писал кто-нибудь из рядовых ребят. Не переживайте. И сейчас дух Великой Матери на земле, она пришла собрать своих детей. Сейчас и Христос уже на земле. Не зря в интернете все-таки иногда проскальзывает что-то. Написали, что в этом храме мироточит икону Путина. Путь иной, путь иной. Только они объединили это. Икона путь иной. Да? И я все думала, что же это за икона? Потому что на физическом плане посмотрела. Да, мироточит икона и креста, и Евангелие мироточит. И икона нашего Господа мироточит. Да? Но Господь открыл мне правду, истину свою, что икона Иисуса Христа, маленькая, стоявшая на каноне, она мироточит день и ночь. Я когда молилась, я вижу, как слезы потекли по ней. И до сих пор не останавливается. Вот он мне говорит, дитя моё, вот это и есть икона путь иной. Он явился опять, но в другой плоти, поэтому его никто и не узнал. Именно любовь преобразит человека. Ну мы давайте изучать все будем Путина. Ну что изучать-то? Что мы, как будто он как гусеница какая в конце концов. Ну, надо просто его любить, президента своего, свету любовь ему послать. Ему так тяжело руководить такой страной, где столько безумных просто людей. Нельзя ненавидеть своего президента. Это как капитан корабля. Мы на нём плывём на этом корабле, и мы капитана все ненавидим, и проклинаем его. И корабль пойдёт на дно. Правда? Надо просто его любить, и всё. А в себе искать проблемы. Откуда у нас такая злоба и ненависть? Откуда? Да мы же психически больными стали. Ведь наша Россия, как уже палата номер шесть, а мы уже как Шариковы стали. Да, Шариков уже хотел, даже своего благодетеля хотел уничтожить. А нас Бог создал, а мы тоже к его не признаём. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, Пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я. И там соборов находится сама Красная Площадь. Все идут в лужники. И мы туда же, ну не сразу, да, мы ещё проедем на Ленгоре. Они идут пешком, а мы всё-таки на автобусе. И злобный час, и боль разлуки, Давай селить с тобой всегда. Давай пожмём друг другу руки, Девушка, можно вам сказать? Ну, я был недавно на Афоне, в Греции, и первый вопрос, который они задают мне, монахи, когда я спрашиваю, ты за Путина или за Путина? Да ладно! Серьезно, серьезно. Это вообще вопрос политический, они говорят, нет, это вопрос духовный, ты за Путина или за Путина? Я говорю, вообще за Путина. А ничего. Все грехи прощаются мне, сразу. Прошу ответить мне простым, коротким словом, да. Итак, мой вопрос, мы любим Россию? Умремте ж под Москвой, как наши братья умирали. И умереть мы обещали, и клятву верности сдержали. Мы в отворотинский бой. Питва за Россию продолжается. Продолжается. Победа будет? Садови! Ты приехал сюда, и казалось тогда, что ты мне предназначил судьбой. А потом целый год я ждала теплоход, чтобы вновь повстречаться с тобой. Чтобы вновь повстречаться с тобой. На теплоходе музыка играет, а я одна стою на берегу. Можу рукой, а сердце замирает, и ничего поделать не могу. Здравствуйте. Великене обработан. Спасибо. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, откуда вас привезли? Будьте добры, скажите, пожалуйста, откуда вас привезли? А что ты? Люди, ну пожалуйста, скажите, откуда вас привезли? Мы не привезли, мы сами пришли. А я вас видела, как вас высадили на стол. Вот там и спросите. Даже странно. Правда, подозрительно. Люди пришли пощеркнуть проголосовать. Мы пришли, порадуются за них. А я имею право снимать? Да имеешь ты право документ, покажи, что ты имеешь право снимать. У меня есть документ, но он... Есть документ, но покажи. Ну тогда отверни ее, камеру отменяй. Он показывает с докладителем. Покажите, откройте. Ну а что он это, убери дальше. Сейчас, сейчас. Не имеешь право. У меня есть документ, но он... Опа, дайте со всех сторон окружу. Я вас уже 5 часов прошу выдать. Копию этих документов. Андрей Владимирович, вы игнорируете требования. Я не игнорирую. Я прошу вас отойти. А я прошу вас... Андрей Владимирович, вы дайте мне, пожалуйста, копии заявлений людей о включении их в список избирателей. Я вам сейчас выдам, дайте мне даже... Нет, пожалуйста, у меня премия, у меня сейчас прокуратура, а потом кик. Мы же все свидетели, что это длится несколько часов, вот эти отговорки. Я не буду ждать еще несколько часов. Я доделаю бюллетени и... Сколько вам нужно времени на то, чтобы доделать бюллетени? Мне минут семь. Хорошо, это семь минут. Семь минут. Здравствуйте, Владимир. У нас такая необычная ситуация. У нас исчез главная комиссия УИК. Исчез, да. Он вышел отксерокопировать два документа, которые мы попросили дать нам ксерокопию. Это заявление граждан от 17 и 19 февраля без даты, без номера. И таких заявлений там было штук 100-200, но там какое-то количество, допустим, 100 все-таки, да? И он с этими, мы попросили хотя бы два отксерокопировать, он вышел и исчез. Какие наши действия уголовные в дальнейшем? Нам подать в уголовный розыск или... Я наблюдатель. Я наблюдатель. Я наблюдатель. Я наблюдатель. Королёв. Королёв. Правильно? Павел, председатель комиссии. А где председатель комиссии? Как можно обеспечить его явку? Напомним, что он вынес за территорию для голосования документы, которые не имеют права... Туалет для твоей... Туалет для твоей... Тише. Тише. Председатель не знаю, я сотрудник Воминов внутренних дел, я за него отвечаю. А можно сотрудники, которые стоят здесь на участке, чтобы они хотя бы хоть как-то помогли нам вернуть председателя комиссии на рабочее место? Там есть лестница, по которой она спускается, кто-то могут спуститься... Где? А, то есть она туда и пыталась прорваться, да? Вы и там... Я думала, она под комом там. А нет? Она под комом. Ага, ну там как раз голеня ей, ну это... Ну, перерез, выскочила. А, ну сидите здесь, я пошла на улицу. Нет? Снимайте, снимайте. Обращайтесь. Скажите, пожалуйста, вы из какого века? Присяти, будете домой. Пожалуйста, господин Попков, представители прессы, сюда. Я член комиссии. Господин Попков, верните людей назад. Людей назад, верните, пожалуйста. Люди это кто? Вот эти люди... Имеют право присутствовать. Сколько человек или что? Двое человек, да. Все имеют право присутствовать. Вот один человек, вот второй? Да. Я тоже имею право присутствовать. людей, которые у вас в кабинете. Пожалуйста, исполните закон. Где вы хотите присутствовать и что я нарушаю закон? При всех действиях. Каких действиях? Я требую выполнять закон. Какой протокол? Почему вы несете сюда протокол? Какой протокол? Дайте возможность председателю комиссии, в соответствии с законом, внести данные в увеличенную корпус. Вы можете, я даже больше того, я вас приглашу, можете поприсутствовать при нашем разговоре. Никакого разговора не может быть. А почему? Потому что председатель комиссии, обязан внести данные. Я еще повторяю. Она приходит, и она обязана внести их тут же в сводную таблицу. Потом она может идти куда хочет. Нет, после этого она членов, который проверяет контрольные соотношения. Я просто, конечно, у вас, вы женщины, вы, так сказать, молодой мужчина, вы хулиганите, и мне не даете работать. А вы нарушаете закон. Вот товарищ меня там отпихивает, товарищ. Пойдем, составляем арку. Конечно. Понятно. Значит, все это фиксировано, председатель, вы увидели председателя женщины с протоколом. Я, с каким протоколом, так сказать, и никакого протокола у нее нет, поэтому... Как, у председателя УИК нет протокола? Ой, честность, мы хотим, чтобы все было просто по закону. Мы же не заставляем вас что-то другое делать. Что касается честности, то они с самого начала были нечестны, потому что они не давали равных условий кандидатам. Поэтому тогда, когда я принимала решение об участии в выборах, уже изначально было понятно, что это выборы нечестны. Путин Владимир Владимирович, еще раз Путин. Путин, 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 Прохоров, Путин. Путин, Путин, Путин. Юга. Путин. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Остановим депутатуры! Пошел, дерьмо! Остановим! Будет, будет, коснем! Солдат, быстрее! Сюда, стой! Давай, давай, быстрее! Товарищи меня пинками пинают. Не понимаю, зачем. Лицы у всех русские, а поведение, как у чеченского спецназа. Стыдно? Бойцы, почему в глаза не смотрите? Думаешь, победили? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА К сожалению, так называемое протестное движение позволило себя увести в сторону и с восторгом занялось вещами, не имеющими никакого значения. То есть, внимательным наблюдением за тем, как именно Владимира Владимировича Путина как бы выберут новым президентом. Это не имело никакого смысла. Требовать нужно было мирным образом, не допущили. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Держим, держим! Простите на вас, кто был твой офицер? Объясните нам, что это было. В ключе пишите. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Человек давал интервью тебе компании РЕН-ТВ. Он не литинговал, не обысказывал. В пресс-службе всего был. Какого? Вот это вне рамков закона, вы понимаете? Я призываю всех помнить о том, что это мирная акция. Не надо ни с кем драться, не надо ни с кем связываться. Палаточных городов у нас будет еще много. И однажды это будет такой палаточный лагерь, который невозможно будет нестисти и запретить. Это то, что случится. Может быть, этот лагерь перерастет в него, может быть, другой. Вы знаете, что это мы сделаем? Сергей Удальцов, который начал эту инициативу, наш сегодняшний герой. Спасибо вам. Спасибо, спасибо. Алексей! Алексей! Давайте сохранять энергию. Палантин! Один за всех! Идите за здорово! Данная мера приятия не согласована с органами исполнительного урасти. Просьба покинуть площадь. Где мы должны находиться? Отвечайте нам! Где? Дома! А дома можно нам находиться? Уважаемые граждане, данное мероприятие не согласовано с органами исполнительной власти. Просьба покинуть площадь. Мы москвичи! Мы русские! Это наша страна! Граждане, данная акция не согласовано с органами исполнительной власти. Мы русские! Просьба покинуть площадь. Почему мы не можем здесь находиться? Ты что, с ума сошел? Регнулся, что ли? Вперед же сказали! Ты что, ты с ума сошел? Я иду к себе! Э, подожди! Идешь, один человек! Стоим, стоим! Куда, куда? Стоим, 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 стоим! Это можно! Совесть есть у вас! Революционная Россия, это очень основная, потому что система работает так же. Один или два года Путин будет выходить из России. Фашисты! 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 Мы лучшие люди этого города. И это признают все. Это признает и наш плачущий премьер. Это признает его главный политтехнолог Мушкей. Фашисты! 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 Виталий, где ты свою кружку делал? Виталий, ты, по-моему, позабыл нафиг, 1 мая. Да не, ну понятно, я понял, 1 мая это день трудящихся? Вот и все трудящиеся выходили, и никто никого не боялся. Да, кстати. А сейчас народ вышел, и все дрожат нафиг там сидят. Не надо народ бояться, народ никого не тронет. Рабочий народ никогда никого не тронет. Покуда их не расстреливали нафиг. Во всех этих структурах, у них в структурах своих, пускай в полиции, там, в КГБ, там, где-то там, и этих, блин, приберут к рукам, чтобы они отвечали за свои поступки. Каждый человек должен... Я хренов в замок поставлю, скажут, Василий, сразу меня... Вот она демократия. Василий, ты что сделал, блин? Даже Виталий пройдет, ты что, блин, замок не открывается. А у них почему нафиг так получается? Катам, скажи, этот сам, этот... Зонт, это, ракета, вот, упал он, наши, блин. Я только уважал у одного Гагарина, вот он висит. Я вам могу и вам подарить. Ух ты! Он старенький, уже давнешний, вот, я вам дарю его. Вот это да. Спасибо большое. Он у меня уже, знаете, лет 20, ой, лет 30 уже, знаешь. Ну, когда Гагарин улетел, тогда вот его и сделали, значит. Я вам его дарю. За наше доброе отношение к вам. Пришпилю. Вот так вот доходить теперь. Ну, вот правильно. А это правительство, правительство, оно приходит и уходит, приходит и уходит. Продолжение следует... Продолжение следует...